Аэропорты, воздушные перелеты, самолеты давно стали неотъемлемой частью жизни человечества. Только на воздушном судне можно сравнительно быстро пересечь длительное расстояние и оказаться в нужном вам месте. Модернизация авиалайнеров, улучшение структуры работы аэропортов, совершенствование различных систем контроля и качества перевозок. Все это с каждым годом позволяет нам все больше чувствовать удобство в использовании авиационных сообщений. Конечно, это было бы невозможным без участия высококвалифицированного персонала, специалистов, которые не только отлично владеют ремеслом, но и всей душой любят свою профессию. Где же готовят столь ценные для всей страны кадры? В Академии гражданской авиации. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Голобир. Это программа «Умный город». Сегодня мы заглянем за кулисы этого старейшего и единственного в Центральной Азии учебного заведения и расскажем о самых интересных нюансах подготовки королей неба. Субтитры создавал DimaTorzok Великая и романтичная профессия авиатора. Кто же из нас не мечтал в детстве взмыть в небо, сидя за штурвалом большого авиалайнера на месте главного пилота? Сегодня это вполне реально, но прежде чем оказаться в настоящем полете, курсантам необходимо пройти обучение – теоретическое и практическое. Познание теории – дело времени и усидчивости. А вот с практикой здесь все обстоит иначе – современнее и интереснее. Речь идет о современных авиационных тренажерах, о которых несколько лет назад в подобных учебных заведениях и мечтать не могли. Это очень дорогостоящая техника, но затраты на ее использование окупаются сполна. У нас есть четыре типа тренажеров. Это процедурный тренажер ТЭКНАМ, тренажер АЛСИМ, на котором можно имитировать полеты 19 типов воздушных судов, как одномоторных, так и двухмоторных. Также мы сидим в кабине тренажера АЭР-320 и есть у нас еще тренажер Боинга 737 New Generation. Это 800-й современный Боинг, на котором студенты отрабатывают вопросы выполнения именно инструментальных полетов на тех самолетах, на которых они будут проходить летную практику. Современные авиатренажеры постоянно совершенствуются, ведь технологии, в том числе и авиационные, не стоят на месте. Помимо умных систем, в которые можно загружать самые разные параметры поведения самолета в тех или иных ситуациях, такие тренажеры оснащаются еще и различными системами подвижности, от гидравлических до электропневматических. Причем выпускают эти умные машины те компании, которые специализируются на производстве настоящих авиалайнеров. Это дает гарантию качества и уверенность в том, что тренажер в процессе занятий на нем курсанта максимально приблизит его к реальному полету. Тренажеры самолетов западного производства. И после того, как какой-то новый тип самолета выпускается, обязательно сразу же те фирмы, которые производят тренажеры, моментально выпускают тренажер, который соответствует данному типу самолета. Для того, чтобы пилоты могли проходить тренировку, отрабатывать действия в особых случаях, которые могут возникнуть на данном типе воздушного судна. Главная задача авиатренажера – исключить панику пилота во время форс-мажорных ситуаций в небе. А их может быть огромное количество. Но как научить этому студентов? Сразу отпускать в настоящее самостоятельное воздушное плавание? Нет, это слишком рискованно. Вот здесь и вступает в действие современное чудо авиационной техники. Эти новейшие тренажерные комплексы имеют огромное значение для развития кадрового потенциала гражданской авиации на территории всей Центральной Азии. Современно уникальное оборудование позволяет не только осуществлять качественное обучение студентов, но и привлекать на регулярные курсы переподготовки и повышение квалификации уже состоявшихся специалистов. Эти устройства по праву можно назвать технической революцией в мире авиации. По команде специалиста за бортом самолета, как по мановению волшебной палочки, возникает туман, начинается дождь или образовывается состояние турбулентности. Вся имитация происходит за счет аппаратно-программного комплекса, который внедрен в программное обеспечение авиатренажера. Они дают полную имитацию выполнения полетов именно на данном типе самолета. Полностью соответствует оборудованию, которое здесь установлено на тренажерах, тому оборудованию, которое имеется на самолете. То есть здесь можно отрабатывать любые полеты. Все современные авиационные тренажеры можно разделить на три типа. Тактические, комплексные и процедурные. В обучении будущих пилотов навыком поведения в небе наиболее популярными стали комплексные тренажеры. Это устройства самого высокого класса. Они могут приходить в реальное движение, имитируя различные ситуации в полете. Большую роль в работе тренажера играет проекционная система визуализации изображений. Происходит процесс с помощью привычных проекторов, которые расположены вблизи кабины пилота. Устроена система так, что проецируемые изображения ландшафтов или осадков за бортом полностью зависят от положения глаз пилотов. В первую очередь эти тренажеры дали мне навыки, технику пилотирования. Мы здесь отрабатываем технику пилотирования. Также панорамное изображение и звук нам дают реалистичную картину всего процесса полета и его динамику. Специально для этого разработан такой тренажер, чтобы пилот чувствовал себя увереннее за штурвалом своего самолета. Скоро Ильгар Шарипов станет профессиональным пилотом. К штурвалу самолета, как он говорит, его привела мечта папы, который всегда хотел, чтобы сын связал свою жизнь с небом. Не размышляя долго, парень решил воплотить мечту отца в реальность. Собрал все необходимые для поступления документы, прошел тесты, сдал экзамены и поступил в академию. Уже сейчас, когда почти все трудные годы обучения позади, студент признается, что учиться на пилота вовсе нелегко. Но если есть цель и мечта, если ты любишь свое дело, любые сложности по плечу. У меня в планах, конечно же, занять кресло второго пилота, а в дальнейшем получить КВС, командира воздушного судна, занять такую должность. Планирую в Казахстане, ну а дальше уже как поведет мечта моя. Кстати, в Академии гражданской авиации не только лишь на тренажерах проходят обучение будущей короли неба. Как говорится, знания — это пустой груз, если ты не можешь применить их на практике. Поэтому будущих пилотов обязательно допускают к самым настоящим полетам на самых настоящих учебных самолетах. Не так давно здесь состоялось важное и знаменательное событие. Академия гражданской авиации получила в распоряжение 10 новеньких учебных самолетов марки «Текна». Специалисты утверждают, что новые воздушные судна сделают процесс обучения не только еще более увлекательным, но и очень эффективным. Жить, чтобы летать. Летать, чтобы жить. Все студенты Академии гражданской авиации проходят обучение в стенах этого старейшего учебного заведения, руководствуясь этим нехитрым жизненным кредо. Ежегодно Академия выпускает по 50 дипломированных пилотов, которые после окончания обучения готовы работать в любой мировой авиакомпании. Современное оборудование, лучшие преподаватели, инновации в обучении – все это способствует тому, что Комитет гражданской авиации Казахстана с каждым годом становится только сильнее и выпускает все больше профессионалов своего дела – пилотов, авиадиспетчеров, инженеров, технических специалистов, людей, которые так или иначе решили связать свою жизнь с авиацией, чтобы мы с вами могли чувствовать себя в безопасности не только на земле, но и в небе. Вы смотрели программу «Умный город»? Меня зовут Дмитрий Голобир. До новых встреч!